Машина проезжает, да? И у меня, я лежу, и койки вот так, и палы вот так трясутся у меня. Трещит фундамент, встряска в жизни в аварийном доме. Живут как на пороховой бочке. То ли рухнет, то ли терпение людей взорвется. Стоит ли ждать ремонта? Чтобы найти 24 миллиона, дается всего неделя. Это не блокбастер, а задача для елобужан. Им придется платить по счетам. Семь дней выделили на покошение долгов. Какие меры примут, если не управятся в срок? Умеете ли вы определять подлинность купюр? Если нет, научат оперативники. В Казани прошел брифинг по фальшивым монетчикам. С начала года почти 500 фактов сбыта. Какая радуга поможет различить липу? Карен Шехназаров, Владимир Меньшов, Александр Гордон и Дмитрий Дюжев в этом году на фестивале мусульманского кино ожидают настоящее созвездие, когда встречать гостей в столице. Здравствуйте. Об этих и других темах прямо сейчас вы смотрите «Весть о Татарстане» на канале «Россия-24» в студии Эльмира Заляева. Разведут по-умному до конца года в Казани. Большинство перекрестков оснастят умными светофорами. О том, как будут работать транспортные артерии города, поговорим во второй половине часа в интервью. Затрещало утаить проблему уже невозможно. Жители аварийных домов в Приволжском районе Казани называют свой кров не крепостью, а руинами. Ремонт об обещали еще несколько лет назад. Но пока состояние только ухудшается. Екатерина Сударева разбиралась в ситуации. Здесь пятиметровый руин. Руин вот тут. Это самое. Полы нету. Там вот если авария была, кое-как сделали. Лилия Мележанова боится находиться в собственном доме. Стены в трещинах, полы вот-вот провалятся. Машина проезжает, да. И у меня, вот я лежу, и койка вот так, и полы вот так трясется у меня. Постоянно. Такая ситуация во всех квартирах. Общие кухни, туалет на пять комнат, отсутствие горячей воды, а ванны вообще нет. Жители моются в своих комнатах, в тазиках. У Тимершиха Медулина между рамами щели впалят с толщиной. А батареи зимой почти не греют. Не выдержав таких условий, ветеран войны переехал в город, снял там комнату. Условий здесь ничего нет. Единственное, что общая, как называется, кухня. Здесь была общая и раньше, да? Была кухня общая. Там туалет, сколько человеков? Да пять-семи, туалет и все, больше ничего нет. Между тем, счета на оплату коммунальных услуг приходят регулярно. Тимерша Медулин наведывается сюда только за ними. Мы хотим, чтобы нам или ремонт сделали хороший, чтобы у нас крыши не текли. У нас крыша в доме, вот в каждой комнате течет. Просим, уже столько лет просим. Еще в 2008 году этот дом и еще несколько в Приволжском районе Казани признаны непригодными для проживания. И жильцов должны были переселить. Однако дело тянется уже больше пяти лет. Обитатели аварийных домов не раз обращались в администрацию района с просьбой, чтобы их расселили. Однако каждый раз их кормят завтраками. Завтра, послезавтра. Завтра, послезавтра. Вот каждый год. Купить жилье жители этих домов, большинство из которых пенсионеры, не могут. Нет денег. На днях этими домами заинтересовались работники прокуратуры. В судебном порядке они потребовали снести аварийные дома. Как нам сообщили в мэрии Казани, программа переселения из аварийного жилья отклонена Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Пока чиновники не определили объемы ее финансирования. Однако, когда это будет сделано и когда люди получат новые квартиры, пока неизвестно. Екатерина Сударева, Адельмин Дубаев. Вести. Татарстан. Зрителями пожара стали накануне вечером жители Нижнекамска. Там загорелся автомобиль. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 8 часов. Через несколько минут пожарные были уже на месте. Выяснилось, что возле подъезда многоэтажного жилого дома пылал ВАЗ-2106. Вскоре горевшая шестерка взорвалась. И отлетевшая крыша автомобиля повредила штукатурку жилого дома на уровне третьего этажа. Также в ходе пожара задело два припаркованных рядом авто. У «Шевроле» сплавились задние фары и бампер у «Део Матис». Обгорела задняя часть. Она нормальная машина была. А ребятишки все ее раздолбали. И стекла вывели, руль выдрали. Короче говоря, вчера там сидели мальчишки около 4 часов. И один курил. Маленький такой. Я говорю, ты такой маленький. Говорю, сидишь, куришь. Да вот сейчас пойду, пойдем, но не буду курить. Ага, и что-то они там подожглили, оставили. Ну, это взрыв-то получился около 8 часов. Ровно недели есть у жителей Елабуги, чтобы погасить долги за жилищно-коммунальные услуги. 24 миллиона рублей. Со 2 сентября злостные неплатильщики будут выносить канализационные отходы на улицу. В городе закупили специальное оборудование. Оно позволяет перекрыть систему без доступа к квартиру должника. Крайние меры не случайны. В этом месяце ПТС должна платить газовикам 16 миллионов рублей. Иначе Елабуга снова останется без горячей воды. Это не противоречит законодательству. Мы такую работу проводить будем. А то мы уговариваем, заплатите, пожалуйста, за жилищно-коммунальные услуги. Я еще раз говорю, пенсионеры все исправно платят. Не платят только те, у кого много квартир. Избыток, видимо, квартир. Капитальный ремонт обернулся разрушением. От благих намерений привести в порядок многоэтажку пострадали жители дома по улице Попова. Сроки сорваны. Работа началась еще весной. А от некоторых даже пошли трещины. Карина Насрудинова вникала в проблему. Вот такая проблема. То есть не доверяем этому балкону. Видите, как конструкция ходит ходуном. Уже несколько месяцев Сергей Дмитриев опасается выходить на балкон собственной квартиры. Облокотившись о перилы, можно быстро оказаться на первом этаже. Слабая перегородка едва ли выдержит вес человеческого тела. Кроме того, пошли трещины на стенах и на опорной плите. Но это еще не все последствия капитального ремонта. Вот, пожалуйста, сейчас замерим ширину балкона. 71 сантиметр. По документам 80 сантиметров. То есть на 9 сантиметров меньше, чем должен быть. По документам, балконы одного размера на деле меньше. В такой же ситуации жильцы еще 80 квартир. В подрядной организации, что занимается ремонтом, нам рассказали. Обновить балкон, не потеряв сантиметров, невозможно. Если установить алюминиевые рамы на край полувековой плиты, все разрушится. Однако из-за этих изменений могут возникнуть трудности при продаже квартиры, говорят юристы. Изменение размера балкона будет считаться перепланировкой, поскольку площадь квартиры уменьшится. И, соответственно, необходимо будет вносить изменения в технический паспорт помещения. И в дальнейшем жильцам необходимо будет эту перепланировку узаканивать в судебном порядке. А началось все еще весной. Тогда по программе капитального ремонта в пятиэтажке по улице Попова, построенной в 60-е годы прошлого столетия, приступили к демонтажу балконов. Работу обещали завершить к универсиаде. Но после этого срок переносили дважды. Администрация Советского района прислала нам письмо. У нас два экземпляра их. Здесь сказано, что до 1 августа они устранят нам все недостатки, недоделки. То есть балкон будет готов к 1 августа. Вот второе письмо, второй экземпляр. Здесь уже мы сами сроки ставили. 15 августа. До сих пор никаких результатов. А вот представители подрядной организации в затянувшихся сроках обвинили самих жильцов. Жильцов порой не всегда бывает дома. То есть и договариваемся на определенное время. То есть кто-то там не успевает, кто-то тут не успевает. Завершить ремонт и устранить недочеты обещают до осени. По словам замдиректора компании-подрядчика, трещины зацементируют. А на балконе Сергея Дмитриева установят две алюминиевые стойки, чтобы не расшатывался. Но станет ли там после этого безопасно, остается вопросом. Карина Насрудинова, Алексей Захватов, Равкадзиадинов. Вести Татарстан. С послом Таиланда в России встретился сегодня президент Татарстана Рустам Миниханов. Он рассказал об инвестиционном потенциале республики, особоэкономической зоне Алабуга и Иннополисе. Обсудили совместное производство продукции халяль. Подделывались строительные леса в поселке Кукмур. Сотрудники Управления экономической безопасности МВД выявили производство контрафактных строительных лесов. Их используют при возведении монолитных бетонных конструкций. Выяснилось, что производство наладил уроженец Турции, не заботясь об отсутствии лицензии. Во время проверки полицейские застали за работой 25 человек. За два года они сделали и продали товары на 10 миллионов рублей. На умельцев заведено административное дело. Продукты изъяли и отправили на экспертизу. По ее результатам решат возбуждать ли уголовное дело. В ходе проведенного осмотра изъято более 10 тысяч единиц составляющих элементов, предназначенных для возведения чашечных лесов. Изучение документов названных организаций показало, что за период с 2011 по текущий год произведено и реализовано данных лесов на сумму, превышающую 10 миллионов рублей. Изъятая продукция направлена на патентную экспертизу. На данный момент в отношении руководителей фирм возбуждено административное расследование по статье 7.12 Административного кодекса Российской Федерации. Это нарушение патентных прав. Оперативники на улице предлагают горожанам фальшивые купюры. Так полицейские решили провести казанцам мастер-класс по поддельным деньгам. Отличить липу от настоящих предлагают тут же. Тест прошли немногие. Впрочем, подтверждает это и статистика почти 500 случаев сбыта за год. Инна Данилова узнавала, какая радуга поможет отличить купюру. Умеете ли вы определять подлинность купюр? Подлинность купюр? Нет, нам просто везло. Вы можете отличить, какие из них нормальные, а какие фальшивые? Давайте попробуем. Так, ну это фальшивые сразу. Это нормальные купюры. На наш взгляд, опять-таки, это тоже нормальные. Известие, что все купюры фальшивки вызвало шок. Впрочем, Рустам и Евгения все же достойны похвалы, ведь одну из трех банкнот они все же отсеяли. Качество бумаги не соответствует. А второе, то, что на свет дырочки маленькие. Видно, что краска некрасивая. Но это подделки низкого качества. Чем от настоящих отличаются фальшивки более искусные, гаража не узнали от сотрудников МВД. Заметно, что есть радуга на этом поле? Каждая настоящая купюра в этом месте переливает всеми цветами радуги. Подделка? Нет. У настоящей лазерная пробивка аббревиатур. У фальшивки иголка, и это заметно на ощупь. Настоящая, как будто прошита специальной лентой. У фальшивки она приклеена. Чаще всего подделывают банкноты в 500, 1000 и 5000 рублей. Но в фальшивые 100-рублевки тоже не редкость. Большинство подделок в Россию поступают с территории Кавказских республик. Причем, как говорят специалисты, нередко там этим занимаются, целыми аулами. Принцип прост. Разные детали оборудования находятся в разных домах. По звонку они все собираются вместе. Вокруг аула выставляется кордон. И вот уже очередной миллион фальшивок готов. А дальше станок разбирается до следующего раза. Чаще всего подделки сбывают на рынках, салонах сотовой связи и автозаправках. Выявляют поддельные купюры обычно в банках. А все потому, что многие торговцы экономят на хороших инфракрасных детекторах. Как правило, руководство магазина приобретает более дешевый, ультрафиолетовый, который не может распознать купюру настоящую или поддельную. Существует и чисто психологический момент, говорят полицейские. В магазинах, где продавцам платят хорошо, они более внимательны к банкнотам. И наоборот. В верхней внимательности билеты банка приколов. Ими тоже нередко расплачиваются ловкие покупатели. Инна Данилова, Алексей Захватов, Вести, Татарстан. До 15 октября в Казани закрывается движение по улице Даурская на участке от дома номер 9 до перекрестка с Рихарда Зорги. Связаны ограничения с ремонтом тепловода. К тому же меняется схема движения на перекрестках Адели-Кутуя-Гвардейское. Оно станет четырехфазным. В первую движение по Гвардейской открыто для всех. Во вторую открывается тем, кто едет со стороны улицы Эссенбета. В третью зеленый свет для тех, кто едет по Адели-Кутуе со стороны Шуртыгина. И четвертая фаза прямо и направо разрешено движущимся со стороны улицы Красная Позиция. Левый поворот там отменен. Но более подробно к схеме движения мы вернемся в интервью. И обсудим систему, регулируемую умными светофорами. Гостем студии станет заместитель директора автоматизированной системы управления дорожным движением. А пока продолжим выпуск. С 5 сентября по 11 Казань станет местом притяжения звезд. На традиционном фестивале мусульманского кино в этом году ждут известных российских режиссеров, актеров и киноведов. Билеты на мероприятие начнут продавать уже на этой неделе. Все подробности предстоящего события у Василии Хузиной. Мы гуляем. Я что, за вами бегать должен? Нет, не должен. Она из Севастополя. Он из узбекского кишлака и у него две жены. Бежит от войны, находит убежище в его доме. Стала третьей женой и родила сына. Таким предисловием открывается тизер фильма Максима Панфилова «Иван, сын Амира». Это еще одна картина представит Россию на фестивале в программе игровых фильмов. Здесь же ленты стран бывшего союза, Европы и уже традиционные фавориты Турция, Иран и Египет. «Приказы конвоя выполнять четко и беспрекословно. Шаг справа, шаг влево. Конвой стреляет без предупреждений». Вне конкурса критики выделяют драму хай-тарма о трагических событиях из жизни крымско-татарского народа в период сталинской депортации. Кроме того, сразу несколько мировых премьер. На две недели раньше остальных казанцы увидят мультфильм «Волшебный лес». О мальчике и его отце из дремучего леса, которые заново учатся общению с людьми. О многоликом, но едином мире и другая картина «Самсара». Ее можно обсудить с киноведами. Ну а к юбилею выдающегося артиста балета и нашего земляка еще одна документальная картина «Рудольф Нуреев. Мятежный демон». В мире популярность фестиваля растет. И когда люди выходят, люди авторитетные в кино выходят сами с инициативой к тому, чтобы приехать, поучаствовать, провести мастер-классы, показать свои фильмы, выразить свои мысли и, может быть, предложить свои проекты, считаем, что это показатель. Фестиваль пройдет с 5 по 11 сентября. Ждут Карена Шахназарова, Владимира Меньшова, Александра Гордона, Дмитрия Дюжева. А вот зарубежных звезд экрана, в отличие от прошлых лет, не будет. Вместо них по красной дорожке пройдут ведущие киноведы со всего мира. Так, больше внимания содержательной части фестиваля, нежели глянцевой, говорят организаторы. Билеты поставят в продажу в ближайшие дни. Василия Хузина, Леонар Хабибуллин, Вести, Татарстан. Воспитанник Бугульминской школы-интерната для глухих детей Эдуард Широзданов стал чемпионом сурдоолимпийских игр, что прошли в столице Болгарии и Софии. Молодой спортсмен, чемпион Европы и России, стал лучшим в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 74 килограммов. В этом виде спорта было разыграно 19 комплектов медалей, из них 7 золотых у россиян. Всего в копилке нашей сборной 117-177 медалей. Большегрузы исполняют ювелирную работу. Увидеть такое шоу смогли челнинцы. В Автограде прошел конкурс водительского мастерства среди дальнобойщиков. Многотонные фуры выписывали змейку, заднюю парковку и круговое движение на время. В этом году соревнования получили статус международных, а посвятили их юбилею самой прославленной гоночной команды грузовиков КАМАЗ-мастеру. В этом году им четверть века. Машина и мастерство водителя не подвели и в этот раз. Лучшим в личном зачете стал Юрий Долгов, выступавший за КАМАЗ. Водитель, управляющий автопоездом, я вот смотрел, он должен иметь порядка 12 специальностей для того, чтобы чувствовать себя хозяином этого транспортного средства и на дороге быть уверенным в работе. И пока это все вести, но информационный час продолжается. Вот что ждет нас в ближайшие полчаса. Вас направят умные светофоры. К концу года в Казани их появится почти 100. На каких перекрестках пересчитают машины? Поговорим в интервью. 8% до конца сжатвы. Каким результатом завершается битва за урожай 2013? Узнаем в Вестях Агробизнеса. Занимать очередь за билетами можно на этой неделе. В ближайшие дни стартуют продажи на фестиваль мусульманского кино. Программу обсудили на брифинге. Фрагмент в Вестях Трансляции. Программу обсудили на фестиваль мусульманского кино.